не менее важны, чем перечислимное множество. Второе понятие множества. Разрешимое множество. Разрешимое множество. Разрешимое множество. В случае перечислимого вы выписывали элемент, выписывали, 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 замечательно, но при этом у вас не было представлений о том, как выпишется конкретный элемент или не выпишется, может быть надо еще подождать и нам его выпишут, а может быть и нет. А вот разрешимое множество, это вот что такое. Если есть натуральный элемент и в нем некоторое возможности, то разрешимое, если его характеристическая функция, надеюсь все знают, что это характеристическая функция, это функция, которая равна единице на элементах множества а и нулю на элементах немножества а. А разрешимое, если его характеристическая функция, так что характеристическая функция, характеристическая функция множества а от натурального числа k равна единице, если k принадлежит а, и нулю, если k не принадлежит а. А вот это определение характеристической функции. Обратите внимание, характеристическая функция определена всю. Вот это принципиально отличие от разрешимого множества а от натурального числа k равна единице, если вам дали какой-то элемент, то вы высылаете запрос, принадлежит множество или нет. И вы обязаны получить ответ. Не может быть зависать. Нет, вы должны обязательно получить через какое-то время, может быть большое, но конечное время ответ. Единицу, если принадлежит, ноль, если не принадлежит. Господа, обратите, пожалуйста, внимание, я это сказал в терминах характеристической функции, а слева на доске про характеристическую функцию я ничего не сказал. А давайте-ка я сейчас рядом напишу одну графу. А перечислимо. Если его характеристическая функция, только я поставлю здесь чуть-чуть значок, это не термин, просто я для понятности. Это вот что такое. Единица, если k принадлежит а, не определено, если k не принадлежит а. Так вот, эта функция учислимая. Это очень важная вещь. В одном случае характеристическая функция, чтобы это настоящая, она равна единице на множестве нулю на дополнение. В другом случае характеристическая функция немножечко прокопанная, а именно, она равна единице на точках множества, и она не существует, не вычисляется, она просто не определена. Если k не принадлежит а. Господа, поймите, пожалуйста, что вот это определение, это на самом деле тоже определение перечислимого множества. Давайте я пытаюсь, к этому надо привыкать, но на самом деле это не сложно. Давайте я попытаюсь объяснить. Смотрите, что значит вычислять эту самую я с волной. Это значит, вам дали неправильное число k. И вы должны или ничего не делать, если оно не принадлежит а. Или же, если принадлежит в какой-то момент напечатку единицу. Так замечательно. Вот у вас множество а. Это, ну что у нас, вот результат работы какого-то алгоритма, который печатает по одному, правильно да, элементам? Замечательно. Замечательно. Так запустили в этот алгоритм. И если там во время работы когда-то число k появится, замечательно. Значит печатаем единицу, что хиас волной от k равно единице. А если не появится, значит в таком случае ждем. Ждем, причем ждем вечность. Если k не принадлежит, то мы просто будем ждать вечность и когда не дождемся. Вот. Понятно. Теперь, крайне простая теорема, но важная. Если множество и его дополнение перечислимы, то в таком случае на самом деле это множество разрешено. Если а и n без а перечислим, то а разрешимое. Слушайте. Все понимают, что любое разрешимое множество перечислимо? Или нет? Смотрите. Что значит разрешимое множество? Это значит у него вот такая вычислимая функция. То есть мы можем узнавать про элемент. Ну замечательно. Вот если ноль, то мы можем просто взять и ничего не делать. Мы знаем, что значение ноль, но мы будем фиксицировать. То есть мы просто получили ноль, никому мы не скажем, а просто будем молчать. Вот и все. Любое разрешимое множество перечислимо. Разрешимых множество намного меньше. То есть если вы интересуетесь тем, что а разрешимо, то должно быть перечислимо и оно, и его дополнение. Ну давайте в одну сторону. Представьте себе, что у вас есть множество, и у него дополнение перечислили. Что вы в таком случае, как вы можете устроить алгоритм, который объяснит, ну предлежит элементу k или не предлежит. Очень просто. Вам дали направлено число k. Вы запускаете в одном месте на одном компьютере программу, которая печатает все элементы множества а. На другом компьютере вы запускаете программу, которая печатает элементы дополнения к ним. Ну замечательно. Когда-нибудь число k или там, или там появится. И соответственно, если оно появилось в а, вы пишете единицу. Если оно появилось в дополнение, вы пишете ноль. Таким образом, зная и это, и кратеристическую вот такую вот функцию, и у этого, и у этого, вы на самом деле получаете настоящее критическое множество. Наоборот. Если у вас есть разрешимое множество, как в таком случае перечислять а и как перечислять дополнение? Это очень просто. Как а перечислять? Идете к натуральному ряду. Про каждое число у вас известно, принадлежит оно а или нет. Если оно принадлежит, то вы его печатаете. Если оно не принадлежит, то не печатаете, переходите к следующему числу. Как про дополнение? Ну точно так же. Наоборот. Если он не принадлежит, то вы его печатаете в том числе, что оно дополнение. Вот. По-моему, абсолютно понятно. Вот. Абсолютно понятная теория. Хорошо. Хорошо. Теперь давайте еще одно упражнение. Пересечение перечислимых множеств. Перечислим. Объединение. Перечислимых множеств. Перечислим. Ну, на самом деле, оба утверждения абсолютно очевидны. Вот представьте себе, у вас есть два перечислимых множества. Какие-то множества А и В. Оба перечислимые. Вас интересует пересечение. Ну, очень просто. Вы запускаете процесс, который печатает все множество А. И вы запускаете процесс, который печатает В. И ждете. Не будет ли так, что в какой-то момент и там, и там напечатано. Если напечатано, замечательно. Вот оно в пересечении. Хорошо. Ну и так ждете и по очереди все напечатано. Перечислим. Другая вещь. Почему объединение является тоже неоперечислимым? Ну, здесь надо опять запустить два процесса. Один печатает множество А, второй печатает множество В. Но на этот раз не надо ждать, пока будет печатано там и там. А просто, если хоть где-то что-то появилось, то в общий выход его посылаем и получаем. Хорошо. Давайте, если честно, можно так еще немножко упражняться. И я советую, кому интересно, прочитать две книжки. Одна из них – это Александр Харьевич Шей. Она может быть чересчур написана, бывает скучновато, потому что на самом деле это трехтомник. И это трехтомник для студентов младших курсов. То есть, имелось в виду, что это не для школьников, поэтому там таких вот, что сказать, украшений нет. Чуть толще, доказано про доказательства третьего в этой серии, чуть тоньше про теорию множества. Вот. Книжка хорошая. Наверное, в ней чуть больше, чем вам надо. То есть, вот сегодняшняя лекция – это первые двадцать небольших страниц. Вот. Я вот сегодня вам столько расскажу. Вот. Ну, нормальный математик скорее ее не знает. То есть, вот если взять стандарт студента Мехмата, то скорее он знает ее где-то так половину. Я говорю не про специалистов, я говорю про тех, кто учился на не кафельной логике. Но, тем не менее, нет, она не сложная. То есть, ее школьник почитать способен. Ничего там такого… Она хорошая. То есть, вполне себе добро, да и хорошая книжка. И вот. И книжка во много раз более простая. Книга во много раз более простая. Успенский. Называется «Теорема Йоделя о неполноте». Вот. Эту книжку, особенно первую ее половину, можно просто прочитать вот подряд и получите огромное удовольствие от того, что вы стали хорошо понимать начало этой теории. То есть, многие сложные теоремы в нее просто не вошли. Но он обещал показать теорему Йоделя о неполноте. И он ее там действительно доказал. И все замечательно. Спасибо.